Строительный мусор, бытовые отходы и даже мешки с осенней листвой – так называемые остатки цивилизации. Рядом с оборудованной контейнерной площадкой всего в паре десятков метров от дачных домов. Брещанин Леонид Григорьевич так и говорит – приходится жить среди настоящей свалки. Иногда она исчезает, но на следующий день все возвращается на круги своя. Мужчина уверяет – это дело рук местных жителей. Сюда, на Октябрьскую 13, свозит мусор вся Киевка. Сегодня или завтра, допустим, заберут, и через пару дней появляются здесь. И вот там целая куча, всякую-всякую, что только везут мешки и рубероиды, и стекло, пожалуйста, все. Против такой бесхозяйственности отдельных граждан действует закон по обращению с отходами, который гласит – в случае, если коммунальные службы, то есть мусороперерабатывающий завод, создал все условия для раздельного сбора отходов, жители обязаны их выполнять. Так как и куда правильно вывозить мусор самостоятельно? Каждая контейнерная площадка оснащена информационным стендом, на котором указано, в какие контейнеры что необходимо складировать. Также указана информация о месторасположении приемных пунктов, на которые можно отвезти собственным транспортом как строительные, так и крупногабаритные отходы. То есть те отходы, которые собрались в большом объеме. Кроме этого, всю интересующую информацию с телефонами и адресами приемных пунктов, контейнерных площадок и контейнеров для сбора крупногабаритных отходов можно найти на сайте Брестского мусороперерабатывающего завода. Помимо этого, предприятие может оказать другие дополнительные услуги. Если у вас производятся какие-то строительные работы, допустим, ремонт дома, либо какие-то демонтажные работы, у нас есть такая услуга, как заказ контейнера для строительных отходов. То есть вы пишете заявление, оплачиваете определенную сумму, и в тот день, который вы согласовали непосредственно с нашим специалистом, вывозится, устанавливается на вашей территории контейнер, в который вы можете загрузить все свои отходы строительные, и уже это будет вывезено на определенную площадку. Словом, путей решения проблем с вывозом мусора множество. Кстати, меры, которые позволяют изобличить и наказать нарушителей, тоже есть. Самый простой метод борьбы с теми, кто оставляет после себя грязные следы – фотоловушка. В инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды говорят, достаточно одного лишь фото с номерами автомобиля, и за бесхозяйственность ответят. Причем крупно штраф от 5 до 50 базовых величин. Хотелось бы и также к гражданам обратиться, чтобы фиксировали такие моменты на телефон, возможно, на фотоаппарат, и передавали в нашу инспекцию. Штрафы довольно-таки приличные. Но если хотим жить в красивом городе, необходимо следить за чистотой в городе и не допускать таких нарушений. Чаще всего такие нарушения происходят на бульваре космонавтов, советской конституции и защитников Отечества. Можно, конечно, надеяться, что благодаря работе коммунальных служб улицы станут чище, но пока сами жители не будут нести ответственность за свой мусор, велика вероятность, что надежды так и останутся надеждами.